Доброе утро! Мы продолжаем. 5 декабря на календаре отмечаем сегодня Всемирный День Добровольца. О добровольчестве и волонтерстве я и предлагаю поговорить с нашими гостями. Естественно, тем более этим утром у нас в студии Юлия Новикова, директор автономной некоммерческой организации «Счастливый регион» и волонтер-активист Юрий Жуков. Доброе утро! Доброе утро! С праздником! С праздником, кстати, да. Я сейчас прям сразу с вопросами, а тут же надо с праздником поздравить. Кстати, а есть какие-нибудь традиции, как обычно отмечается День волонтера-добровольца? День добровольца традиционно, да, у нас отмечается награждением самых активных, тех, кто проявил себя в волонтерской деятельности. И сегодняшний день не исключение. Сегодня пройдет награждение благодарственными письмами губернаторам Ульянской области, самых активных наших волонтеров, в рамках Межведовственного совета, который тоже является регулярным, постоянно действующим, тоже под руководством нашего губернатора Алексея Юрьевича Русских, где будут обсуждены самые важные вопросы. Вот праздник и без обсуждений вообще никак получается. Без работы. Или наоборот, это такая дополнительная возможность собраться всем вместе. Конечно, это же большая межведовственная работа, которая не только итоги подведут по результатам этого года, но и планы взаимодействия, дальнейшее сотрудничество. Пользуясь случаем, что все-таки вы к нам пришли раньше, чем на совет, давайте подведем небольшие итоги года, чего достигли, чего добились. Сколько человек новых пришло в ряды добровольцев? На самом деле, да, есть такие показатели, которые говорят о том, что добровольцев, волонтеров и вообще людей, желающих помочь, становится все больше. На прошлой нашей встрече мы с вами говорили о том, что наши волонтеры регистрируются на сайте Добро, и только там происходит их численная фиксация. Поэтому эту цифру мы тоже мониторим, и она увеличивается. И сегодня это уже 33 тысячи в Ульяновской области тех ребят, людей, которые помогают, помогают и адресно, и в качестве команды. Но это только зарегистрированных. Да, это только зарегистрированных. Все проходят процесс регистрации. Но мы проводим работу для того, чтобы больше людей узнало, да, и о возможностях платформы этой, да, что именно там можно найти тех, кто будет помогать, тех, кто хочет оказать помощь, да, и такой платформы взаимодействия, и там зарегистрироваться. И вот именно для знакомства с этой платформой, для знакомства вообще волонтерской деятельностью мы выезжали в различные организации. И со школами взаимодействия, и с среднеспециальной организацией. Как раз Юра вот выезжал с презентациями, докладами, знакомил ребят с деятельностью. Итак, Юрий, ну для начала все-таки, как давно решили для себя, что вот добровольство, волонтерство — это мое. Наверное, с самого рождения это было понятно, потому что я родился 5 декабря. О, прошли, неожиданно вас. Поэтому, да, кажется, с рождения, потому что в любом случае становиться добровольцем-волонтером — это такой период, который нужно понимать. Это пошло у меня, наверное, со школы, со школьниц Камьи. Я поехал первый раз в Москву с одноклассницей на филармонии. На концерт. На концерт. В филармонии. Да, в филармонии. И непосредственно сразу как раз-таки там начал свою деятельность. А потом я такой думаю, блин, мне как-то вот интересно, очень интересно стало. И я такой думаю, так, нужно срочно идти еще дальше где-то, познавать какие-то другие движения, другие организации. И так вот на протяжении семи лет я уже являюсь волонтером, да. А в каком-то конкретном направлении или, в принципе, охватывать все, что можно? Волонтеры культуры, волонтеры победы, волонтеры спасателей, волонтеры СВО. То есть многогранная личность, можно сказать так, в плане волонтерства. Волонтерство. Но везде необходимо усваивать какие-то новые навыки, проходить обучение. Или волонтерство обходится без этого? Или все-таки приходится доп-курсы, так сказать, посещать? Доп-курсы, да, в любом случае приходится посещать. Это есть на Добро.РФ платформе, то есть это Добро.Университеты, там проходят курсы волонтеры, которые хотят, например, узнать, что такое волонтеркультура, событийное волонтерство. И в любом случае можно пройти эти курсы и дальше узнавать, то есть нравится тебе это, не понравится, не останешься. Понравится, ты пойдешь дальше учиться. То есть там есть многоуровни, то есть степень обучения, то есть ты учишься больше, больше и больше. Например, волонтеры Победы у нас там патриотическое воспитание. Ты обучаешься, то есть как общаться с ветеранами, ты изучаешь, как нужно себя вести на 9 мая, что нужно, чем помочь. Когда там, например, автобусы выходят, приезжают автобусы и выходит этот ветеран. Что нужно сделать? Первое дело подойти к автобусу, сопроводить ветерана до места его, где он будет сидеть. То есть в любом случае нужно как бы... То есть такая серьезная работа все равно получается. Ну в любом случае, да, это очень серьезная работа, потому что ты, как бы сказать, лицо мероприятия, и в любом случае ты должен показать себя с лучшей стороны. А не доводилось сталкиваться с негативом? Потому что, ну вот понятно, что на каких-то мероприятиях, праздниках у людей поднятое настроение. А бывает, волонтерить приходится, и, например, в тежаковидные времена очень много, да, когда вот раздражение есть у людей накоплено, но вот сталкивались с этим? С таким очень редко сталкивался. Ну бывает. Не отбивает желание сразу уйти и сказать? Нет, не отбивает желание. Там просто это вот бабушки, которые уже, ну то есть они заболевают, и говорят, зачем ты пришел? Хотя они сами заказали себе продукт. Да, принес, не то, да. Это называется дементой просто. Но вот это не отбивает настроение, желание, да? Нет, нет, нет. С этим надо будет как-то внутренне проработать и продолжать. Конечно, это внутренне прорабатывается, и потом ты... В любом случае, каждый человек, он выгорает, он имеет такое свойство. Вот, самое главное, не прогореть в этом движении. Есть, кстати, какой-то секрет, как волонтеру не прогореть? Семь лет помогать. В какой-то момент хочется сказать... Да, да, и как вот поддерживать вот этот вот внутренний настрой? Ну, первое, это, наверное, смена деятельности. Он не постоянно в одном направлении, да? Он может себя проявлять в разных направлениях, тем самым пополняя свое так внутренне-эмоциональное состояние, да, поддерживая необходимости. К тому же мы проводим тренинги с волонтером и по эмоциональному интеллекту, и по другим направностям, которые, да, развивают их, да. Это и в планах, кстати, ораторское мастерство задействовать, да, вот, и с психологическими направлениями тоже работы. И отклик вот получили от СУЗов на обучение именно вот волонтеров. То есть заинтересовались и студенты, и старшие школьники тем, что в этом направлении действительно можно развиваться, получать новые знания какие-то. То есть не просто отдавать себя, да, но еще что-то получать, в том числе и общение. А вообще волонтеры отдыхают? Ну, такое ощущение, что... В праздники они работают, да? Ну, допустим... Когда праздника нет, учатся. Ну, в общем, в том, что это не работа, наверное. Деятельность. Да, это деятельность, которая интересна человеку в том направлении, в котором он себя реализует. Это интересно, и по большей части, я думаю, это... Да, Юрий? Да, да. То есть есть свободное время, в любом случае мы отдыхаем. У нас мероприятия не каждый день, но хотя они есть каждый день иногда. Это вот в преддверии Нового года, хотя мы будем ходить к многодетным семьям, семьям, где есть дети с ООЗ, то есть будем раздавать им подарочки. Но это в период Нового года это, в любом случае, нужно сделать. Вот Юля отметила, что вы, Юра, ездили по среднеспециальным учебным заведениям, презентовали, да? Да, я ездил. Как сложный процесс вообще, потому что, ну, одно дело помогать людям, а другое дело убедить аудиторию, что, ну, действительно надо взять себя в руки, ну, и попробовать какой-то вид волонтерства. Было не тяжело, на самом деле. Там большой контингент, это первокурсники, потому что мы задействовали первокурсников. Их больше, легче, можно сказать, то есть вовлечь в эту деятельность, рассказать им более интересно, более красочно, как это на самом деле происходит, показать видео, материалы, которые у нас были. Рассказать примеры свои. Рассказать свои примеры точно так же, да, на свой опыт. И они просто загорались моментально, и они подходили, спрашивали, а как записаться сюда, а как записаться сюда, а как здесь зарегистрироваться, а зачем? А давайте мы пройдем еще курсы. Ну, то есть это просто вот их эмоции, когда они просто узнали о нас, узнали о других движениях, о других направлениях. То есть это круто, то, что люди заинтересованы в этом. А не может быть такого, что это такой вот сиюминутный порыв, что вот пришел человек, рассказал красиво, я такой, хочу помогать, записался. Я такой, что? Куда я записался? Там через неделю у меня и времени-то нет. Действительно важно поддерживать связь. Мы на связи с руководителями вне классных мероприятий, да, может быть, в каких-то учреждениях, например, волонтерские отряды созданы. И мы на связи с ними, и Российское движение «Темь молодежи», у них тоже есть направление волонтерства, и тоже работают советники их по привлечению, и деятельность текущей, и план мероприятий, который отвечает и ценностям волонтерства, да, и молодежи. Поэтому работа постоянно ведется, постоянно на связи. Ребята стараемся мотивировать. Вот что касается мотивации, да, немножко вскользь об этом поговорили. Понятно, что волонтер помогает огромному количеству людей. А при этом, ну, мы можем сказать, что получает моральное удовлетворение. Но кроме этого, вот что еще он получает для себя? Первое, это, конечно, обучающие курсы, да? Правильно я понимаю? Вот что еще? И если о курсах, то тоже подробно. Во-первых, это мерч. Мерч для волонтера, это очень круто. Ты потом можешь показать своим детям то, что вот, смотри, я в 2023 году участвовал в данном мероприятии, участвовал там в 2021 году, в 2020 году, в 2018 году. Они скажут, что вау, это круто. На самом деле, это история. Да, интересно, в том плане, когда мы обращались к волонтерам на форуме, например, про Доброго, где у нас были сами активисты по различным направлениям. Что вы хотите, какую поддержку мы можем вам дать? И это единогласно был мерч. Правда? Но это, наверное, новые знакомства и связи. Это новые знакомства и связи. Это коммуникация между обычным человеком и вышестоящими органами власти. То есть ты можешь надействовать с любыми органами власти в нашем регионе, можно сказать так. То есть это выход на другие уровни, просто общение. Даже вот я общаюсь с ребятами с Калмыкии, общаюсь с Ямалой-Ненецкой автономного округа, с Нижнего Новгорода. То есть это вот многогранное количество людей, которые ты знаешь, с которыми ты общаешься, продолжаешь общаться. То есть обмениваешься опытом, как у них там происходит мероприятие, как у тебя здесь происходит мероприятие. То есть если вы поедете сейчас куда-то путешествовать, обязательно вам покажут город. В каждом городе найдется волонтер, который вам пройдет экскурсию. Да, такое есть. Там в любом случае я найду какого-нибудь волонтера. Он мне все расскажет. Я его по-любому знаю, я по-любому его где-то и видел. Вот. То есть такая история. Да, ресурсный центр тоже по всей России, поэтому можно прям свободно сообщить о том, что мы приезжаем, и нам быть уверены, что встретим. Но вот сейчас нас смотрят телезрители и думают, я хочу стать волонтером. Что делать? Куда бежать? Кому звонить? Из какого возраста можно становиться волонтером? Ну, понятно, что помочь можно и в 7, и в 8, и в 9, но вот так, чтобы серьезно этим заняться, это какой должен быть? Вообще волонтером можно стать с 8 лет, но до 14 лет, получается, ты должен со согласием родителями с 14 лет и выше. То есть у нас нет уже ограничений по возрасту. Можно быть волонтером. То есть там нет ограничений именно от 8 и до... В 8 лет что доверяют 8-9-летним, то есть младшие школьники? Держать флаг как минимум, выносить грамоты можно, можно помочь вынести цветы, можно также сходить к ветерану, также потому что это очень интересно, потому что когда ты рассказываешь поколению младшему, ну, когда ты просто приводишь ребеночка, можно сказать, и он рассказывает, ветеран рассказывает ему историю, и ребенок такой, вау, круто. Да, это из первых уст. То есть это из первых уст, потому что следующее поколение, которое вырастет, например, вот мои дети, уже не увидят ветеранов в любом случае, потому что у нас их осталось малое количество, всех их знают. Екатерина Ивановна Сенюкова, ей 101-й год, вот недавно исполнился, 24-го числа. То есть я ее знаю, я с ней общался, все истории ее слушал. То есть это очень круто. Когда ты передаешь историю, для младшего поколения, можно так сказать, это очень круто. То есть я вот свою сестру тоже привел, можно сказать, к Екатерине Ивановне, то есть она рассказала историю. А все-таки куда обращаться? Обращаться можно в ресурсный центр по развитию добровольческого региона, также к Юлии Алексеевне Новиковой. Можно обращаться на Добро и РФ по форме, то есть ты берешь, регистрируешься и записываешься уже на мероприятие, которое ты хочешь. Ну вообще мы сейчас стараемся прийти к тому, что в каждой организации, если даже не создаются волонтерские организации, то либо советники РДДМ, либо заместитель по воспитательной работе могли зарегистрировать ребенка на Добро, объяснить ему, что такое добровольчество, и двигать дальше, направлять, чтобы в каждой организации такое было. Мы будем надеяться, что действительно это будет распространяться по всем организациям, чтобы все будут включаться, и каждый, каждому будет добровольец. Еще раз с праздником! Вас с двойным! Спасибо. Раз уж так получилось. Челезрителям напоминаю, сегодня у нас в гостях была Юлия Новикова, директор автономной некоммерческой организации «Счастливый регион» и волонтер-активист Юрий Жуков. Ну а мы двигаемся дальше. Юрий Жуков. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому! Субтитры Алексею Дубровскому! Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому! Продолжение следует...